Эта мысль пришла мне в голову как-то за границей, в одном из курортов. Буду турком, решил я. Делается это очень легко. Вы покупаете себе феску, и как только ее надели, весь мир вокруг меняется к лучшему. Все становится необыкновенно деликатным, любезным и внимательным. Турок, говорят все. На улице, в театре, на железной дороге вы предмет общего внимания. «Смотрите, турок». Мальчики, поутру идя в школу, останавливаются перед вашими окнами, стоят и пропускают уроки. Здесь живет турок. Все это чрезвычайно приятно. Вы знаете, что десятки людей ежедневно, придя домой, говорят «А вы знаете, я сегодня встретил турка». Да неужели? Согласитесь, что это очень лестно. Надо написать «Воскресенье», вылепить «Лаокона» или нарисовать «Сикстинскую Мадонну», для того, чтобы возбудить к себе такое же всеобщее внимание, какое вы возбуждаете, всего-навсего надевший феску. И я рекомендую всякому и каждому, приезжая за границу, надевать феску. Какова бы ни была ваша наружность, в ней находят черты храбрых османов. Когда вы молчите, в ваших глазах видят много восточной лени и неги. Когда заговорите, все толкают друг друга под столом. Смотрите, смотрите, как горят его глаза. Ваша жизнь – это триумфальное шествие. Если вы во время еды прибегаете к помощи ножа и вилки, это вызывает всеобщий восторг, как он воспитан. Если вы в разговоре случайно упомянете, что Лондон лежит на реке Темзи или Париж на реке Сене, все обмениваются взглядами изумленными и восхищенными. Скажите, какой образованный. Если вам удается более или менее связно сказать две-три фразы, все находят, что вы прямо красноречивы. А если вы поднимете платок, уронивший его дамы, боже, какой неописанный восторг вы вызовете. Вот вам и турки, а? Об этом будут говорить три дня. Наконец, если все это вам надоест, вы можете взять руками кусок ростбифа, вытереть руки Афалды своего соседа или погладить даму по декольте. Все сделают вид, что ничего не заметили. Ведь он турок. Вообще, можно доставить себе массу удовольствий. Совершенно безнаказанно массу таких удовольствий, за которые всякого европейца выгонят в шею и забьют или убьют на дуэли. Раньше так же выгодно и приятно было быть русским. Когда вы садились за стол, соседи спешили отодвинуть от вас судок, боясь, что вы сейчас выпьете уксус и начнете себе мазать прованским маслом сапоги, чтобы блестели. К концу обеда все бледнели. Вот сейчас вынет из бокового кармана сальную свечку, съест, а руки оботрет об голову соседки. Но теперь, увы, эти счастливые времена миновали. Русских столько шляется повсюду, что на них не обращают никакого внимания. Разве какой-нибудь особенно любезный иностранец, желая вас занять разговором, спросит, а правда, что у вас в газетах разрешают писать только о погоде? Да и то редко. Итак, однажды я решил превратиться в турка. Подъезжая к курорту, я в вагоне, в купе надел феску и едва вышел на платформу. Ко мне бросились все комиссионеры всех лучших пансионов. Еще бы, каждому пансиону лестно иметь у себя турка. Я выбрал самый лучший из наилучших. И комиссионер, которому все завидовали, шепнул мне, «Хозяин с удовольствием сделает вам даже скидку». Я думаю. В книге для приезжих я сделал несколько каракуль и поставил в скобках «Осман Дигмабей». А через две минуты ко мне явился сияющий хозяин. Я в первый раз и еще имею честь принимать у себя турка. У меня бывали англичане, французы, немцы, испанцы, русские, даже греки и венгерцы. Но турок – это еще в первый раз. Я очень-очень рад, сказал он. Затем я слышал, как он по очереди обходил все двери, стучал, входил на минутку, говорил что-то и бежал стучать в следующую дверь. Из-за дверей при этом слышались изумленные восклицания, мужские и женские. «Да неужели?» Это он сообщал, к нам приехал турок. К табальдоту явился весь пансион. Мужчины во фраках, дамы-декольте. Обед с турком. Это был обед гала. Ведь не всякому случается в жизни обедать за одним столом с турком. Во внимание к моим восточным нравам меня посадили между двумя дамами. Я видел, как у них даже плечи покраснели от гордости. «Значит, мы ничего себе, если нас выбрали для турка». Остальные дамы смотрели на них с завистью. А когда я имел случай одной соседке передать соль, а другой горчицу, они были в полном и неописуемом восторге. Все с удовольствием переглянулись, каково. «Давно из Константинополя?» спросила меня хозяйка. «Два месяца», — отвечал я. «Я не имела случая посетить Константинополь, но я бы очень хотела быть. Говорят, это такой красивый город». «Да, Константинополь удивительно красив», — ответил я, но спохватился и, скромно опустив глаза, добавил, «По крайней мере, так говорят». Тут все принялись наперебой расхваливать Константинополь. Оказалось, что никто еще не имел случая посетить этот город, но что все ужасно хотят, и что все много о нем читали. Эти мечети и минареты прямые, как стрелы, которые уносятся в безоблачное небо, а Босфор — особенно в лунную ночь. Я почувствовал удовольствие, что родился в таком красивом городе. «Турки — ужасно храбрый народ!» — воскликнул кто-то, и все подхватили. «О да, храбрый и мужественный народ!» И тут вот тут-то в первый раз я и почувствовал в душе своей гордость. Что ж удивительно, приятно, когда тебя принимают за представителя порядочного народа. Я покраснел и покраснел при этом искренно и опустил глаза. Право мне трудно высказывать свое мнение. Хозяйка, чтобы переменить разговор, щекотавший мою скромность, поспешила задать мне приятный для меня вопрос. Как здоровье его величества султана? Что должен делать турок в таком случае? Я поблагодарил ее взглядами и ответил. Здоровье его мудрости, его светлости, покровителя правоверных, нашего великого повелителя, находится в самом вожделенном благополучии и не оставляет нам, простым смертным, ожидать ничего лучшего. Все были тронуты этим восточным ответом. А хозяйка поспешила умиленно заметить. «Вы все, вероятно, так любите вашего султана?» «А разве можно его не любить, когда он тень Аллаха на земле?» – просто ответил я, как будто удивляясь. «И знаете что? Это странно. Но, ей-богу, я в эту минуту чувствовал, что действительно люблю султана и что его нельзя не любить». «О, ложь! Она начинается с того, что мы обманываем ей других, а кончается тем, что мы сами начинаем в нее верить». Так актер, вероятно, входит в роль и начинает искренне ненавидеть короля Клавдия и любить Офелию, действительно, как 40 тысяч братьев любить не могут. Все с умилением переглянулись при моем ответе. «Какая непосредственность!» И только у одной очень молоденькой и очень хорошенькой дамы вырвалось нечаянно «вьюк-хапюль», что в переводе с французского означает «старый мерзавец». «Собственно говоря, я бы не обратил на это никакого внимания. Какое мне дело до того, что ругают человека, с которым я незнаком даже шапочно?» «Ну, а я заметил, что все побледнели. Все взглянули с ужасом на молодую даму и потом уставили на меня глаза полной мольбы, словно уговаривали «не убивайте ее». Я почувствовал, что что-то должен делать. «Хорошо бы побледнеть!» Турок побледнел, как полотно. «Это хорошо, но как это делается?» «На всякий случай я плотно сжал губы и начал дышать носом, делая вид, что мне вообще чрезвычайно трудно дышать». Кровь приливала мне к вискам. Я чувствовал, что все лицо Турка наливается кровью. Отлично. Затем я вспомнил, что необходимо сверкнуть глазами. Сверкнул раз, два, даже три. Остановил взгляд сначала на ноже, потом на вилке, потом перевел его даже для чего-то на стеклянную вазу с фруктами. Все дрожали. Несколько минут ничего не было слышно, кроме моего сопения. Тогда я решил «довольно». Турок сделал нечеловеческое усилие и задушил охватившее его бешенство. Я улыбнулся слабой улыбкой, словно меня ранили в сердце. Обвел всех таким взглядом, словно хотел сказать «не беспокойтесь, ничего, я не убью». Все посмотрели на меня взглядами, полными признательности, и обед закончился среди всеобщих прославлений турецкого султана. Бедняжка, у которой сорвалось с языка неосторожное слово, сидела, опустив голову то красное, то бледное, ничего не ела и не смела поднять своих наполненных слезами прекрасный глаз. Жалко. Когда кончился обед, и мы, мужчины, пошли курить, я видел, как все дамы накинулись на нее. Должно быть, ей хорошо досталось. «Простите, у нас нет кальяна», – страшно волновался хозяин. Но я поспешил его успокоить жестом, полным мягкости и благоволения. «О, ради Аллаха, не беспокойтесь, я охотно курю сигары». И окончательно привлек к себе все сердца. Вот никогда не думал, чтоб турки были так милы и общительны. Прямо при приятный народ в общежитии, – услышал я мельком замечания. Покурив, я отправился погулять в сад, и никто не осмелился сопровождать меня, зная наклонность восточных людей к уединению и размышлениям. Я шел, действительно задумавшись, хоть я и не восточный человек, как вдруг в отдаленной и узенькой аллейке я столкнулся лицом к лицу с молоденькой дамочкой, обругавшей турецкого султана. При виде меня она вскрикнула и отшатнулась. Я улыбнулся и протянул ей руку. «Не бойтесь!» Она схватила мою руку. Ее руки были холодные и дрожали. Она была бледна, как полотно, и смотрела на меня большими глазами, в которых была боль и пытка. Мне стало жаль ее. Я нагнулся, чтобы поцеловать ее руки. Но она отдернула их в испуге, почти с ужасом крикнув, «Не надо! Это я должна!» Крупные слезы потекли у нее по щекам, и она заговорила голосом, взволнованным, прерывистым. «Простите меня. Я нарочно пришла сюда, чтобы попросить прощения. Я вас ждала. Я знала, что вы придете. Зная привычку восточных людей к уединению и задумчивости, я вам сделала больно, да?» Женщины всегда, когда сделают больно, осведомляются потом, «Правда ведь очень больно?» «Надо было пококетничать». Я прижал руку к сердцу, как будто сейчас еще чувствовал боль от нанесенной раны. «Конечно, сударыня, мне было очень тяжело и мучительно, когда при мне, моего всемилостивого Вадишаха назвали вдруг, она задрожала и схватилась за голову. «Не надо! Я чувствовала, как вам это тяжело, какую рану я нанесла вашему сердцу. Я видела, какие усилия, нечеловеческие, героические усилия вы употребили, чтобы подавить в себе жажду мщения, жажду крови». Она смотрела на меня восторженно. «Я видела, как вы страдали. Я видела эту борьбу, и я вас полюбила. Боже, что я говорю, зачем вам это знать? Прежде чем я успела помниться, она схватила мою руку, поцеловала и кинулась в кусты. Вот так черт!» Вечером, придя в свою комнату, я увидел сквозь тюлевую занавеску на улице против моего окна порядочную толпу лакеев и слуг пансиона. А в коридоре я слышал, тихонько открывались двери соседей, и люди на цыпочках крались к дверям моего номера. От меня ждали вечернего намаза. Люди Запада только себе дозволяют свободное мышление, а от нас, восточных народов, требуют детских чувств. Чтоб доставить удовольствие лакеям и соседям, я сел, поджав под себя ноги, вытянул вверх руки и потихоньку запел «Ляй-ля-гай-ля-лах-магомет-расу-ля-лах-да-кель-сакель-магомет» — все, что я знаю из Корана. Вероятно, возбуждаемый слушательными и зрительными, я пел даже с увлечением. А когда я запел «Дак-кель-сакель-магомет», я сам чувствовал в моем голосе непримиримый фанатизм. Затем я погасил лампочку, лег спать и после всех сделанных за день глупостей заснул, как убитый. Наутро, странное дело, первой моей мыслью была мысль о Магомете и об турецком султане. Я отлично помню, что подумал именно. Что-то теперь делает наш султан. Положительно меня гипнотизировали окружающие. Внушали мне ежечасно и ежеминутно, что я турок. Меня расспрашивали о Турции, и я беспрестанно должен был врать, расхваливая турецкие учреждения. Врать и самолюбие. Очень приятно быть человеком такой страны, учреждения которой возбуждают только смех. Очень приятно, чтобы на тебя смотрели с сожалением. И я расхваливал все. Турецких министров, турецкую таможню, турецкую цензуру. Уверяю вас, что все это совершенно не так. Наша турецкая цензура чрезвычайно либеральна. Мало помолу, я начал даже хвастаться Турцией. И беспрестанно замечать, а у нас в Турции это делается так-то. Меня стали считать ужасным патриотом. И когда я находил в газетах что-нибудь приятное про Турцию, спешили преподнести мне, а сегодня напечатано, что Меджид Паша представлялся султану. Или, а у вас вырыли новый колодец. Когда же в газетах было что-нибудь неприятное, от меня прятали номер. Тогда я выходил из себя, посылал мне купить эту газету, читал и хмурил брови, и ходил целый день мрачный и нахмуренный. Я привык читать в газетах только о Турции. Я искренне спрашивал себя, раскрывая газету. Ну-ка, что о нас пишут? Однажды я расферепел так, что даже чуть не послал ругательного письма одному редактору, который требовал в своей газете немедленного раздела Турции. Нас разделить? Так шло до свиных котлет. Однажды за обедом подали великолепные свиные котлеты с картофельным пюре. Я протянул руку, но хозяйка, покрасневшая и сконфуженная, воскликнула. «Это из очень нехорошего животного». Но я улыбнулся. «Сударыня, я не такой уж старовер». И чтобы доказать свое свободомыслие, положил себе две свиные котлетки, а потом попросил третью. Это было оценено. Общество взглянуло на меня с величайшим сочувствием. Он младо турок. В тот же вечер на террасе поднялся вопрос о религии. Как человек просвещенный, согласитесь, однако, что Магомед, конечно, он был великий пророк, но вряд ли он был особенно нравственный человек. «Ах, это многоженство!» взвизгнула одна из дам. Я чувствовал себя немножко виноватым перед Магомедом за котлеты и решил защищать его изо всех сил. «Ничуть!» — воскликнула я с горячностью, который от себя даже не ожидал. Вся разница Магомеда от других великих реформаторов заключается в том, что другие реформаторы писали законы для ангелов, а Магомед — для людей. Они хотели создать ангелов на земле. Магомед хотел создать только порядочных людей. Они отвергали человеческую природу. Магомед давал ей приличный вид. Единоженство должно быть не в человеческой природе. Всякий мужчина-многоженец. Кто знал в жизни только одну женщину? Очевидно, мы не можем довольствоваться одной женщиной, как не можем довольствоваться одним каким-нибудь блюдом. Природа разнообразная всегда и во всем, и тут требует своего любимого разнообразия. Магомед только благословил то, что раньше него было узаконено самой природой. Он сказал, тебе нужно много женщин. Бери столько, сколько тебе нужно. Только не делай гадостей. Мы, турки, знаем. Мы даже очень знаем, что такое семья. Но мы не знаем, что такое разврат. Что делает европеец, когда ему нравится посторонняя женщина? Он разрушает из-за этого семью. Это величайшее несчастье. А у нас, когда Мегаметанину нравится посторонняя женщина, он женится на ней. Он увеличивает только, усиливает и умножает свою семью. Это превосходно для его семьи. У вас из-за того, что мужчине нравится женщина, разрушается семья. У нас она растет и укрепляется. И среди споров, которые вызвала та тирада, молоденькая женщина, обругавшая за первым обедом султана, шепнула мне с горящими глазами, проходя меня в темный сад. Я люблю Магомета. Черт побери, должно быть, это не ускользнуло от внимания молодого поручика, который уж и так давно смотрел на меня зверем. Среди шума голосов раздался его дребезжащий, звонкий тенор. Однако эта религия многоженства кончается тем, что превращает всех людей в женщин. Все взглянули на него с недоумением. Но поручик закусил у дела. Говорят, что турки мужественны. Быть может. Однако это не мешает, чтобы их били в каждой войне. И в очень непродолжительном времени эта мужественная нация будет окончательно изгнана из Европы. Я побледнел. На этот раз я действительно чувствовал, что побледнел. Вы так думаете? Так думает история, отвечал поручик, пощипывая усики, которые только еще пробивались. Все с ужасом глядели на меня. Что я сделаю? Разорву ли его на месте? Перебью всех. Начну ругаться. Но я решил поддержать, черт возьми, достоинство турок. Поручик, мы кончим наш спор завтра утром, сказал я учтиво, но холодно кланяясь, и вышел в темный сад. Наутро мы дрались. Будь я проклят, если мне хотелось драться. Я бы с удовольствием бросил пистолет и крикнул «Довольно этой комедии!», но меня останавливала мысль «А что скажут о турках?». Так я привык уже дорожить честью Турции. Я подставлял свою грудь за честь отечества. В ту минуту, когда поручик поднимал пистолет, я думал «Покажем, как умирают османы». Оба промахнулись. А мне, кроме того, пришлось еще и удирать с курорта. Обо мне с почтением и восторгом говорил весь город. Какой патриот! Жизнь готов положить за Турцию. Дело проникло в газеты. Мог явиться с визитом турецкий консул. Одним словом, я с удовольствием сел в купе, заваленное букетами цветов, с наслаждением, когда тронулся поезд, выкинул в окно малиновую феску. Но какая странность! Вы знаете, я долго еще не мог отвыкнуть. Беря газету, я прежде всего искал, что пишут о Турции. Часто ловил себя на мысли «Мы турки!». Один раз страшно удивил и жену, машинально сделав намаз перед тем, как лечь в постель. И еще на днях ужасно обиделся, когда при мне обругали Турцию. Так медленно выдыхается из меня турецкий патриотизм. Я медленно с трудом освобождаюсь от лжи, в которой однажды уверил себя. Словно выздоравливаю от тяжкой болезни, словно просыпаюсь от гипноза. Что ж такое патриотизм, если можно сделаться даже турецким патриотом? Нечто такое, о происхождении чего мы просто никогда не подумали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...